Друзья, привет! Сегодня четверг, 29 октября, и традиционно по четвергам выходит наша передача «Кухня Юго-Запада». Сегодня мы разговариваем о второй лиге, и все прекрасно знаете о том, что эта передача должна была посещена полностью второму дивизиону. Но так как идет кубок, ИЗЛ прошли интереснейший матч 1-8 финала, поэтому поговорим немножко о нем. С вами буду я, Михаил Першин, и я Антон Погодин. Здравствуйте. Антон, ну давай начнем с второго дивизиона, с золотой группы. Определился у нас в прошедшие выходные чемпион, я считаю, что чемпион справедливый. Определился у нас серебряный призер, и там практически вся тройка. И она была уже определена, и известно, что Атлант Обнинский поднимается также в первую дивизион, с чем мы их поздравляем. А вот дальше, кто еще две команды, которые попадут в счастливчики, непонятно до последнего тура, так же, как и, собственно, кто будет играть в плей-офф, непонятно тоже. И начинаем мы обсуждение второго дивизиона с технологическим порядком, с суперритативным матчем. Меркурий, дубль Уралан, 9-7 результат, победа Уралана. Антон, твоя версия по этому матчу? Ну, Меркурий вообще весь чемпионат играл довольно-таки в открытый футбол, в отличие от основной команды. И мы знаем о том, что хорошее отношение между этими коллективами. Уралану в этой ситуации необходимы, нужны были очки. Меркурий, в принципе, и основной уже завершил свое выступление на Кубке. Дубль всегда радовал нас своей зрелищной игрой старым ветеранским всем известным составом. Ну и, в принципе, на концовочку выбили замечательный матч, забили 16 мячей, победил в этой, как не видно, говорить, чтобы и в этой перестрелке победили тем, кому, в принципе, нужно было больше. Кто больше хотел, кому было необходимо. Сейчас не будем мы уходить в эти дебри о том, какие взаимоотношения у команд. Каждую передачу мы вспоминаем Уралану и Меркурий, переходы команд, футболистов с одной команды в другую. Но важно отметить, я видел немножечко этот матч, что, несмотря на счеты и, в принципе, такую миролюбивую обстановку, вообще напряжение было, и конфликт там Ставра Павлова со своей скамейкой запасных, там, то, что ушел и не дождался, окончание матча, там, несколько минут поругался. Ну, в целом, конечно же, можно сказать о том, что Меркурий, наверное, любящий состав не сыграл в обороне так, как он того может, потому, что мне не представляют, даже, вот, в высшей лиге, там, играли люди, которые регулярно выходят с тайной кори в высшей лиге, Вайнер, Вадима Мурченков, Владимир Ченко появился после, там, долгого отсутствия, Вершов, Вершов, да, в принципе, люди, которые, Владимир Ченко не защитник, но, так или иначе, ну, чтобы девять мячей, пропустил команду в высшем дивизионе, там, сложно себе представить, понятно, что они максимальный оборот включали, и, ну, яркая иллюстрация матча была, то, что потом, на этой трибуне, которая за воротами, там, такое собрание было общее от Меркурия и Олана, хорошее общение, ну, выиграл тот, кому был нужнее, красивая игра, ну, что еще стоит, ну, порадовали своих болельщиков, порадовали всех любителей футбола. Ну, не всех, не всех, я тебе хочу сказать. Ну, Меркурий просто расстроился, все равно, знаю, амбиции ребят в красном, все равно. Я думаю, что этому результату точно не обрадовались ребята из Вихря, этому результату не обрадовались ребята из Балькала, хотя, я думаю, что они ожидали этот результат, ну, и, в принципе, вот настолько видно. Ну, это уже, извините, надо свои вопросы решать в своих матчах, а не ждать помощи от соперников и от конкурентов. Ну, о Вихря мы поговорим чуть попозже, и... Будет у нас возможность услышать их главного тренера, и вообще у нас передача такая сегодня, потому что у нас будет много-много интервью, какие-то у нас будут довольно вместительные, там, не флеш-интервью на 20 секунд, а какие-то будут здучивые, там, рассказы, там, 2-3 минуты. Нет сегодня гостей, к сожалению, такой напряженный график у всех, потому что сегодня работаем с двоем в студии, но активная помощь корреспондентов на полях даст вам слышать все, что происходило в прошлые выходные на полях Юго-Западной Лиги. И давай дальше. Ров Байкал-Интерос, интереснейший матч, мы его снимали. Для Байкала было принципиально победить в этой встрече, и в случае победы Байкал гарантировал бы себе место на следующий год в первом дивизионе. Интерос хотел здесь и сейчас решить вопрос с чемпионством, которое команда, конечно же, по итогам турнирова служила. И, знаешь, напряженный был матч, я думаю, все его могли наблюдать, но, в принципе, так оно и ожидалось. И Интерос выиграл за счет своей оператации. Ну, ты знаешь, и всех игроков не знают, потому что Интерос – это всегда хороший сбор, это их у два человека на каждую позицию, постоянная смена футболистов, и вот за счет этого выливая победа, 1-0 ввел Байкал, там был один Интерос скрытый игрок в счете, был один встал, повел Байкал, Интерос сравнял и задолго до конца игры победил в этой встрече. В принципе, там и видно нашим зрителям сейчас по картинке о том, что мечетаки довольно-таки трудовые были забиты, то есть где-то просто малейшую ошибку соперники друг друга использовали. Ты знаешь, на самом деле бросается еще в глаза то, что обилие желтых карточек получили игрокиров Байкал, там 5 человек на желтых, то есть это говорит о том, что для них был матч просто жизни и смерти, и им было неважно, это был бы Интерос, там какой-то другой коллектив. Интерос же понятно, что 22 игры, 21 победа, не при одном поражении, но в принципе слишком очевидно они выиграли в этом году чемпионат, то есть единственная команда, которая так уверенно выступила в этом сезоне. Ну что ж, ну Рок Байкал еще оставляет себе все-таки шансы на продолжение борьбы за прямой выход, они сейчас находятся в стыковой зоне. Давай вот это вот, ну последок оставим, в симпатии возможного расклада. Десерт, десерт. Ну то есть в принципе два коллектива, которым обязательно нужна была победа в этой встрече, и в принципе счет отражает то, что происходило на поле. Ну да, скорее отражает, но не совсем. Ну знаешь, как повезло тому, кто ведет. Ну по сезону лучше был Интерос, и в этой игре ему в концовке добавил. Ну за счет мастерства, за счет определенного запаса, ребята все-таки сумели с тобой не чешусь в свою пользу. Согласен. Давай слово чемпионам, Сергей Сундуков, колпитер Интероса. Поздравляем чемпионство сразу после матча Рок Байкал в его интервью. Сергей, поздравляю вас с победой, с волевой, и поздравляю вас с чемпионством уже. Расскажи, пожалуйста, как у вас складывался сезон? Спасибо за поздравление, очень приятно. Сезон, в принципе, у нас мы вкатываемся весной, и такой небольшой спад осенью, поэтому в последние матчи тяжело игралось. А так, в принципе, прошли стабильно, без особых проблем. Были, конечно, матчи интересные, но как показало, мы чемпионы. Скажи, пожалуйста, какие уже есть планы, представления на будущий сезон? Мы изначально стараемся каждый матч играть на победу, настраиваться, поэтому, в принципе, ничего не меняется. Будем где-то отрабатывать, сыгрываться, готовиться к первой лиге. Далее у нас идет матч «Вихрь-Саус-Веста Вилана». В «Вихрь» нужна была только победа в этой встрече, чтобы обеспечить себе, такая ситуация, как и с Байкалом, прямой выход в первую дивизию. И очень, конечно же, руководство, футболисты «Вихря» надеялись о том, что именно в этой игре это произойдет, но не получилось. В «Вихрь-Саус-Веста Вилана» встретилась крепкая «Вилана». «Вилана» вообще очень нехотов. Так попадало, что мы в передачах наших про второй дивизион, как мы ее не снимаем, «Вилана – пропуск в турах». Опять же, второй дивизион, «Вилана» – пропуск в турах. Мы практически про эту команду-то и ничего не говорим. Да, мы знаем, что там вернулся ряд футболистов, которые стояли у истоков клуба, когда вот под наркотик сейчас распался, когда вот в начале сезона. И ряд игроков вернулся. И вообще после вот этого поверновления сезона «Вилана» очень симпатичный футбол показывает. И главное, что ребята объективно понимают. И будет у нас интервью после этого матча у их лучших бомбазир Андрея Кондратьева. И он скажет, что мы середняки, но мы очень рад, что мы играли в золотой группе. И все. Помним мы, что эта команда на это время выступала в эфирном дивизионе. Потом, правда, произошел резкий спад. Сразу же, как на год, из первого, второй, второй, третий. Из третьего потом успешно вроде выбрались. Но потом реформа, второе, попали в золотую группу. В принципе, для команды на данный этап их успех. В принципе, те обновления, которые у них тут происходят в последнее время рееста, то лишь показывают о том, что, в принципе, есть еще что-то там добавить. Надо, может быть, на определенной позиции, может, в стратегическом плане, потому что, чем в году, исходя из долга, то нынешнего сезона можно защищать команду «Вилана» в темные лошадки. Ну, в темные лошадки. Как селекция, может, там что-то из-под наркотика подтянется. Посмотрим. Ну, которые они покажут, очень симпатичные. Игра симпатичные. О них всегда. «Вилана» — это свой стиль, это низом, быстрая передача. Ваня Гусев, который там всем этим активно командует. Вот такой, знаешь, непресекаемый авторитет. Напихать может, когда надо. Очень эмоционально. Да, они все к этому привыкли, дают свои плоды. И если это работает, то почему бы и нет. Ты знаешь, «Вилана» всегда бросалась в глаза, даже по тому сезону еще они очень хорошо бегут. То есть, вот здесь добавить немножко тактической вымочки и, в принципе, почему бы и нет. Почему не удивлять. Не удивить в настоящем сезоне. Соглашусь с тобой. Давай по «Викторио». Опять же, все расклады даем чуть попозже. Ну, сами его пустили и ввели в счеты в этой игре 1-0. «Вилана» счет сравняла. И, конечно, все было в руках, но тяжело. Сейчас «Викторио» и оптимальный состав, потери трансферные. Сам последний момент в игру Антон Степановичу не хочет перестраивать, но это и можно понять. Вне зависимости от того, какие футболисты есть в наличии. Да, ушел один из важных игроков от центральной обоймы, от центральной линии. Но все равно из-за этого менять полностью радикальный игру в конце сезона, конечно же, это не понятно. Как ее поменять за 5 туров? Да. Если ты, грубо говоря, 30 матчей сыграл в одном стиле, ребята, пока будут привыкать, уже чемпионат закончится, можно расстрелять уже эту тему, которую ты накопил в данном этапе. Согласен. И, понимаешь, Шарик Багиров. Уже сейчас мы и к следующему матчу будем давать тихонечко затравочку. Перешел в систему заряда. И для команды Вихать будет определяющий, наверное, матч Роу Байкал против заряда дубля. Но мы помним, что у заряда 1-4 финала Кубка в этот же уикенд. И учитывая то, что ты учился в граве, он в граве спелли. Когда за красной карточкой за дубль граве пропустил 1-4. То, что, наверное, на 8-ую. В граве не про Ложика они играли. И, знаешь, это такое решение. Им в руководстве заряда. В принципе, им вообще ничего не нужно в матче против Роу Байкала. То есть, если только на основании каких-то просьб, дружеских, может быть, через Парида Багирова. Чтобы команда привезла какой-то состав близкий к высшему дивизиону. Допадем не будет всех этих, совсем уж суперзвезд. Но Павел Голанов так регулярно играет за дубль, например. Ну и плюс сейчас заряд на сбору обновляется. Я думаю, просто даже элементарно дать ребятам сыграть, которые мало получают практики в основной команде. Чтобы, знаешь, составить какую-то конкуренцию Байкалу. И если заряд получится это сделать и отыграть Байкал, тогда, конечно, все не начнут сумасшествовать. Это Огонь, мне кажется, там будет матч-ТВ. Мы все к этим раскладам. В основном будем подходить к ним так и так ближе. Потому что это реально интересно. Во второй лиге такого расклада я не помню уже давно. Ну и плюс по всему регламент на меньшую сезон впервые в таком виде. И соответственно угадали. Критиковали Фомбалу, критиковали, критиковали. А в итоге вот что в конце получилось. То есть всем интересно. Давай дадим слово сначала Андрею Кондратьеву, нападающему Авилану. Которые входят в тот день в случае бомбардируя золотой группы. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Поздравляю вас, если можно так сказать, с боевой ничьей. Спасибо. Я бы хотел вам задать следующие вопросы. Дайте, пожалуйста, комментарий по матчу. Ну, игра была тяжелая. Играли против одного из лидеров. Если сегодня не победили бы, то они напрямую выходили бы на дивизион выше. А мы, так сказать, после карантина набрали такие обороты. Не проигрывали матчи. И сегодня хотелось, тем более на фоне сильного соперника, проявили свои лучшие качества. Горели по счету 1-0, но собрались и, так сказать, вырвали ничью. Даже были моменты, чтобы мы могли выиграть игру. Но благодаря характеру и желанию сегодня сыграть достойно, мы завершили эту игру, считая достойно соперников, которые выше. Выше у нас идет. Но по классу он тоже выше. Так, следующий вопрос. Как у вас в целом проходит сезон? Можете как-нибудь описать, подробнее рассказать? Мы вышли в золотую группу по итогам первой части сезона. Золотая группа – это команда, которая набрала наивысшее количество очков по первой части сезона, чем мы были довольны, естественно. И считаем, сейчас играем против одних из сильнейших соперников. Ну и считаю, что выглядим достойно. Середняки, такие крепкие середняки. С каждой игру мы отдаемся. И каждой команде против нас играть тяжело. И уже видно, что на нас настраивается уже по-особому, не как на аутсайдеров. Так что считаю, что мы выглядим достойно. И завершим этот сезон тоже уже на хорошей ноте. Осталась одна игра всего лишь. Так что я считаю, что команда достойно выступает. Спасибо за интервью. Я вам желаю удачи. Спасибо. А теперь послушаем большой разговор с Антоном Степановым Дисоузом. Где он говорит о положении в чемпионате, о раскладах. Ну и о кубковой игре с Аминьево. Это уже, которая прошла уже у команды. Это уже по первой части нашей передачи. Затровочка будет. Рядом со мной Антон Степанов Дисоуз, руководитель и главный тренер команды «Вихрь Саус Вест». Разговариваем после игры с Эвиланой. Антон, добрый день. Хотелось бы экспресс комментарий по закончившему только что матчу. День добрый. Ну, команда Эвилана дала нам сегодня бой. Сыграли 1-1. Мои ошибки беру полностью ответственностью на себя. Неправильные решения во время матча замены. Так что все закономерно. Дали интригу к концу чемпионата. Думаю, что всем будет интересно. Нам в том числе. Какие мысли у команды? Один тур остался. Играете против «Антероса», который вроде бы не замотивирован. Команда уже стала обладателем чемпионского титула в золотой группе. Но и календарь ваших соперников не такой сложный. Какие мысли по поводу турнирной ситуации, по поводу будущей игры с «Антеросом». Что нужно для того, чтобы напрямую выйти в 1-й дивизион? Команда и последние все две игры на финальный отрезок из этих трех туров была настроена побеждать. Но вот как-то у нас только не получалось. «Антерос» с победой. Команду. Чемпионы молодцы. У них были серьезные преследователи. Но будем тоже давать бой. Нам нужны очки. «Антеросу», я думаю, тоже будет интересно поиграть туру в роли чемпионов, в ранге чемпионов. Будем смотреть игру, изучать. Спасибо LFL TV и LFL за то, что предоставляет нам такую возможность смотреть соперников, изучать свои игры. Это очень классно. Спасибо большое. Будем готовиться, смотреть. А я думаю, что наши соперники только нам благодарны за то, что мы даем им как можно больше шансов на то, чтобы выйти в 1-й дивизион. Да, интрига в 1-м дивизионе с выходом 1-й дивизиона закручена у нас до конца. Будем ждать ее развязки. Завтра вас ожидает интереснейшая игра на кубок против Аминьева. Команда, которая обладает целой россыпью звезд. Хотелось бы ваше мнение по предстоящей игре услышать. Посмотрим, кто приедет. В любом случае, я думаю, что для ребят у меня огромное удовольствие. Переходим к следующему матчу. Это матч между командами «Инчемп» и «Заряд Дубль». «Инчемп» еще на тот момент претендовал на второе место. Но, скажем, сразу у команды в воскресенье впереди была кубковая игра против столицы «Артель». Плюс были дискульфицированы два футболиста. И, мне кажется, все-таки задача для «Инчемпа» в чемпионате была решена. Помнишь, как Ваня Волков сидел у нас и говорил, что главные какие-то медальки были. Медальки есть. И, конечно же, мне кажется, были основные силы брошены на кубковый матч, который предстоял примерно через сутки после этого матча с «Инчемпо». «Инчемпо» привез на игру микс игроков основы и дубля. Андрей Волобуев, он теперь не только у нас за дубль играет и из-за основы начал появляться. Плюс Павел Голанов, ну и там Петр Лебедев, братья Романовы. То есть, ну, в принципе, неплохой состав привез в «Заряд» на эту встречу. Встреча получилась зрелищной, очень эмоциональной. Ну, не знаю, почему так получается. Плюс мы уже отмечали это в «Телеграм-канале». Ну, получается, там, забавный момент, то, что «Орбита встречи» назначил фенальт его руку «Инчемпо», но сами футболисты «Заряды» посчитали. Ну, там, тут споры были, там, но по версии «Орбитра», Александр Соколовка, «Телеграм-канале встречи осложил, там, фенальти». Честно, не могу никак оценивать. Ну, как бы, там, этика и... Ну, как бы, с момента визита. Ну, и что там произошло? Ну, Александр, да-да-да. Ну, там разворот Павла Голанова традиционный, штрафной защитник, и, там, знаешь, разговор о том, то, что делал защитник движения ногой правой под рот ворот Голана, или же он стоял на месте, Голанов находит защитник и упал. Александр оценил, что было движение ногой защитника, поставил пенальти, «Зарядка в этот момент ввел 2-0». Ну, не знаю, для чего это делать. Скажите тогда сразу, да, помнишь, как, там, в Бундеслиге говорили игроки, что не было пенальти, там, все, арбитр поставит свободный удар, и все, проблем не будет. Причем, ну, может, фаерплей, но не настолько, конечно, его устраивает, может, уязвить арбитров встречи хотели. Ну, не знаю, поступили так или иначе, но красиво, пошли бить пенальти, и, в итоге пенальти демонстративно был забит, там, нескольких, может, десятков метров от ворот. Киломеррия пробили. Пришелся, да, ну, честно… По-футбольному молодцы. По-футбольному молодцы, но в этой ситуации, может, был прервок, после кабины не был. Ну, коль уж арбитр встречи решил поставить, ты знаешь, что… Нет, нет, мы же, да, тут не будем ловить работу арбитра, и арбитр, как бы, уверен, что он прав. Ну, и все. Ну, просто, если уж «Заряд» так решил, что… Не надо было… Ну, не бейте тогда вообще, вы просто скажите, да там не было ничего, все, свободный удар, игра же не продолжилась, ну, поменяем и все. Ну, не знаю… Ну, тут тоже, да, надвое. Надвое, да. Вернукова 16-17, Олимп Росвоенопотека. Олимп буксовал-буксовал в нашей лиге, вот, наконец, победа долгожданная. Ну, знаешь, тяжело пока что-то говорить именно конкретно про Олимп. Олимп приживается, пока команда у нас на Юго-Западе. Будем смотреть, будем более конкретно говорить. Например, «Союз», который чуть раньше зашел, о нем вот уже можно там какие-то слова говорить. Там уже понятно, что это представляет команда, какой футбол она играет. К Олимпу мы пока присматриваемся. Ну, а Вернукова, ну, во-первых, в потере Наталая Витлитки ушел из команды, вообще в другую лигу. И могли они побороться спокойно за плей-офф, хотя когда начинала золотая группа, не верил по другу Драфану в то, что это вообще возможно. В принципе, неплохо они выступали. Вернукова выступали, и вот если бы им это поражение, в принципе, теоретически бы Вернукова еще сейчас бы, вот, смогут акцендовать на девятую группу. Ну, оставались, да, теоретические шансы. Но, ты знаешь, Миш, на самом деле для такого молодого коллектива, как Нукова 16-17, второй сезон уже в золотой группе, уже в середине золотой группы. Я думаю, добавить, условно говоря, двух-трех человек, и я думаю, на следующий год. Ну, я уверен, что они добавятся. Конечно, конечно. Рисурсы есть. Молодежь Росиш работает активно. Росиш, правда, бедные все дербанят. И трейдер там, и Внукова, и Сварог. Там много желающих. И Торпед Гагаринский тоже подключился. Ну, это уже опытное, заслуженное. Но все равно. Им даже ветеранов уже не оставляют. Бедная команда. Ну, да, да. Но зато ребята обстреливаются. Ну, и опять же, Рос не будет убивать. Все туда претендуют много. Ну, я не удивлюсь, если Росич просто в один момент возьмет, заявится, заберет всех игроков и будет выступать своим составом. Да, да. И всю команду. Да, да. По годам рождения, как в спортшколе, будут развещаться. Ну, да. 93-й, 96-й. Ну, около 16-17 есть. Потом 18-19, 19-20 и пошли, поехали. Ну, ладно, давай к серьезным вопросам возвращаться. Полинфика победы. Внукова не отчаиваться. Посмотрим, что команда будет себя представлять в следующем сезоне. Переходим дальше. Матч Новомосква, ММФ 0-5. Знаешь, в предыдущем туре ММФ, вот в предыдущем до отчетного ММФ 0-5 показал очень симпатичный футбол. Была победа над вихрем, причем победа такая по делу. И думали мы, что с Новомосквой тоже получится у команды Алексея Хадыкина что-ли продемонстрировать. Ну, там в первом тайме бросилось глаза то, что Новомосква забил в один тоже в правый дальний угол. Вот это, конечно, 3-0 в первом тайме, гол в один угол. Ну, хоть какие-то выводы. Я уверен, что Алексей уже вратарю начал подсказывать, что ближний уже не держи, иди туда. Только туда и бьют. Ну, да. Но не получилось. Ну, 6-0, Миш. Ну, тут тяжело что-то рассуждать. Да и в протоколе матч отметились только игроки Новомосквы. Даже нарушением правил отметился лишь игрок. Ну, иванцев традиционно. Да, желтую карточку. То есть, ну, ММФ 0-5 в этой игре вообще никак себя не показал. Ну, вообще. Я уверен, что Алексей Хадыкин очень расстроен таким результатом. Но по картинке, по видеокартинке слышно, что всю игру все равно он не перестал работал со своими игроками. То есть, все равно он использовал вот этот вот момент для того, чтобы хотя бы тактически ребятам обучить каким-то таким положением. Ну, без которых на футбол тяжело играть. Да и счет 6-0 говорит о том, что, ребят, ну так нельзя выходить на игру. Понятно, что Новомосква, которая там борется застыть, там выход в высший дивизион потенциальный. Ну, все равно. В первой дивизион, прошу прощения, да. Но как бросать играть все равно нельзя. Ну, как я в одном из комментариев сказал, ну что-то мужское должно же проявиться в игре. Ладно, ничего не получать, ну хоть какая-то гвоздь там спортивная, что-то уважение к себе, но все-таки это надо показывать. Пусть там 6-2, 6-3, но ты хотя бы дал бой, а не просто лапки скинул и сдался. Ну, тяжело. Знаем мы то, что ММФ 05 такая, закрытая команда, такая компания, где, в принципе, трансферной политики какого нет, то есть играют одни и те же футболисты, люди. И в уграниченных инфраструкциях приходится работать Алексею Хадыфину, а как может так работать, получается неплохо. Играл команда есть, команда узнаваема. Ну, конечно, если бы, мне кажется, взяли размахнуться на трансферном, там могли бы говорить о чем-то другом. Ну, пока то, что есть, смотрим, может быть, знаешь, вот эти все равно, обучаемость команды, она с каждым годом становится все лучше и лучше. Посмотрим, что в следующем сезоне ММФ 05 покажет. Это как приспаски, да, если очень мучиться, что-нибудь получится. Ну, там, не знаю, насколько это мучение. Ну, судя по счету, пока не очень важно. Ну, знаешь, от этого 5-2 у них или нет. Ну, с другой стороны, да. Причем команда находилась, получается, в более высоком положении по турнирной таблице. Странно. Неожиданно. Неожиданный разгром. Ну, поехали дальше. Давай. Дальше. Последний субботний матч в золотой группе – это «Росмо Классико». Ну, «Росмо» откровенно доигрывает сезон уже. В принципе, команда золотой группы попала. Бывает то, что где-то там кусается. Ну, в основном, конечно, как с сильными настроенными соперниками, которым нужен результат, ничего не получается. Ну, там тоже ведется работа. Там работа ведется. И мы всегда Мишеля Каменского отмечаем. Он молодец. Да, он очень эмоциональный. Там дисквалификацию уже почти отбыл. В очередного эмоционального слоя. Но он переживает человека. Он ведет различные. Ну, а «Классика» сыграла свой футбол. Она приучила нас к тому, что играют ребята хорошо в таз, комбинируют, быстро выбегают. Имеют опытных игроков в задней линии. И поэтому, в принципе, счет отражает то, что происходило на поле. 8-1. Алексей Злыднев начал привязывать? Ну, видишь, здорово. Добавили мастерство. Соответственно, в Лиге Чемпионов уходил. Ну, это правда, как давно это было. Ну, не важно. Но это было. Это было, да. У них в каждой команде есть игроки, которые принимались в Лиге Чемпионов. Не важно, за кого. Хоть за Морибор, хоть за Спартак. Ну, за Олимпию Люблянов. Да, хоть за Шериф Молдавский. Не важно. Ну, да. Поэтому 8-1. Ну, давай отметим тогда у Классика Мишукова Алексея, который сделал хет-рик и Коршуна. А у Виктора, который также отметился с тремя забитыми мячами. Ну, вот тебе две звезды этого матча. Знаешь, Классика сейчас устремился за эту путевку. И очень им повезло. Дальше мы будем позже общаться о матче БСК и РАТ. Классика там произошла. 1-1. И Классика реально претендует на эту девятую путевку в плей-офф. Получается то, что у нас заряд, дубль. Покажем вам таблицу, когда будем уже. Покажем таблицу золотой. То, что заряд, дубль, и Олимп, и Рославин ипотека, они не могут играть в плей-офф. Так как заряд, это дубль команды. А Олимп, и Рославин ипотека, может, потому что Рославин ипотека, дубль, воевал бы большую часть очков. И, соответственно, команда вне конкурса тоже выступает, как и дубль. Просто привыкает к чемпионату. И, соответственно, у нас получается, что седьмое, восьмое место – это Новомосква и Уралан на данный момент. Дальше получается 9-10 – это заряд и Олимп. И, получается, одиннадцатая команда попадает в плей-офф. Они попадут на команды первой лиги. Кто там будет? Там тоже сейчас можно говорить сколько угодно. Пока это вершина. И кто это будет? БСК, Айраты, Классика? Ну, Классика, знаешь, по мне, является одним из таких фаворитов. Потому что ребята, опять, почувствовали запах крови. Вообще, они хотели напрямую выходить в 1-й дивизион. Сейчас мы дадим интервью Дмитрион Скаленко, центрального полузащитника, красного игрока, Классика. Как-то это же у нас клетали с собой команды. Потому что и в Ракуках они играли. Без особенно успеха, но выступили. Ну, неплохо выступили. Ладно, так уж сильно занижать. Но у ребят первый опыт был, но на Москве поиграли. Но где-то там уровень содействия, я помню, мы общались с ребятами. Там уровень допуска по жесткости совершенно другой, нежели там… Да нет, на дома там сколько-то. Ну, ребята… Еще два. Понимаешь, что этот опыт решает. То есть, условно говоря, было бы тогда их два-три человек, которые имели уже опыт выступления, хотя бы в высшем дивизионе. Даже Москву не берем. Да они так не сыграли, сыграли по-другому. Ребята растут сами вместе с командой. И как бы здорово, что сейчас уже борются за выход в 1-й дивизион. То есть, примерно, задачу, которую ставили перед чемпионатом, они потихонечку выполняют. Да, может быть, не так, как они хотели изначально, но все же. Они сами себя поплавили. И рассказываем эту историю про игрока Шарик Соловьева. И вот эту вот игру с антиспортом. Вот сейчас добавь тебе три очка. Все здорово. Готовьтесь к плей-оффу. И еще там было несколько сбоев у команды. И вполне, конечно же, они могли в команду мастеровит. Хорошая команда. Апашумов там тоже. Человек, который с флагманом, но вместе с грудьем они играют, выходил на высшие люди запада. Ну, есть люди. Есть люди, есть хорошие. Есть игра. Самое главное, есть игра, есть понятие, во что они играют, для чего они играют и что они хотят. Это самое главное. Давай даем интервью Дмитрия Москаленко и продолжаем. Рядом со мной сейчас Дмитрий Москаленко. Поздравляю вас с победой, с уверенной. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, об игре. Ну, по игре скажу, что начали немножко вяло. Наверное, это в большей степени зависит от того, что соперник очень ботов начал. Вот. И вследствие чего, ну, такая немножко вязкая игра была. То туда, то сюда. Вот. Но потом нам удалось забить гол. Вслед пропустили от соперника. Счет сравнялся. Мы немножко включились. Ну, и плюс пошел дождь, мы так в мокрую погоду немножко лучше играем по статистике. Ну, а так, в целом, хорошая игра получилась. Конечно, ощущение, что соперник немножко не подсобрался. Наверное, здесь зависит то, что они идут на последнем месте, на предпоследнем месте, я точно не помню. Прошу прощения. Ну, так, в целом, хорошая игра получилась. Спасибо сопернику. Спасибо ЛФЛ. Мы с вами. Скажите, пожалуйста, еще, как у вас вообще проходит сезон этот? Сезон проходит рванно. Мы крайне плохо стартовали. Отдали очень много важных игр, особенно с соперниками, которые, ну, как нам казалось, мы были сильнее. Очень много игр отпустили, ведя в счете игры три где-то мы отдали просто на последних минутах. Там у нас были и ничьи, и поражения. Обидные, в общем, игры. Ну, за счет этого не получилось выйти в первую лигу. То, что мы очень хотели. Переходим мы к событиям воскресенья. И утро воскресенья. Матч между Минтрологиком 2 и Профутболом. Профутболу нужно было победить, чтобы занять второе место. И я не был на стадионе. Я к нашим корреспондентам обращался. Я говорю, возьмите интервью, пожалуйста, про футбола. Ну, там, позавьте старым местом, когда будете дать. У меня тут входит ответ. Да что там не будет никакого интервью, а не мультир проигрывал. Я говорю, подождите, подождите. Уже сколько мы такого видели? Ну, и нисколько. Я удивился, когда через пятьдесят минут я увидел, что 7-3 про футбол победил. Справедливо. Второе место – это команда, как ты считаешь? Я думаю, да. Я думаю, да. Потому что и в Кубке они выступили довольно-таки неплохо. И состав, состоящий из довольно-таки опытных, мастеровитых игроков. Ты знаешь, после вылета на той неделе… Понятное дело, что первое – не достать, но второе – зачем отдавать? Давай, мы говорим, вылеты откуда? А то турниры – много всех из Кубка. Да, из Кубка. С 1-16 кубка они у нас вылетели. И поэтому, в принципе, у них осталось две игры доиграть до конца чемпионата. И мы с тобой оба знаем ребят, которые выступают за профутбол. Я думаю, эти два матча они хотят выиграть со стопроцентной верностью. Один они уже выиграли. Ну, как два микрофинала, чтобы просто уйти на перерыв в хорошее настроение. Да, поэтому никого они не отпустят просто так. Дмитра Луджик уже на себе это почувствовал. Ну, 3-7. Отметим здесь Попова Ивана, который забрал футбол. Отметился хет-триком, опять же, молодец. Ну, и Павел Соловьев, две голевые передачи. Тоже хотел бы его отметить в очередной раз. Один из, я считаю, сильнейших игроков. Не только второй леди, наверное, целого чемпионата не смотреть. Ну, знаешь, там связка, я бы рассматривал все-таки связку. Целков Соловьев. На самом деле, про футбол мог бы и реально стать чемпионом. Но именно вот эта вся футбольная кампания, в таком виде, в котором она есть, чуть позже собралась. Собрали, не с самого начала. Добавляли постепенно. Да, да, да. Этого и не хватило. Конечно же, если бы с самого начала этого сезона они играли, я думаю, что Интеросы бы конкуренцию не составили бы в любом случае. Ну, и так неплохо, несмотря на то количество очков, которые они потеряли. Но Интерос вообще мы с тобой уже обсуждали. Интерос в этом году просто изумительно выступил. 21 победа за одно поражение за сезон, извините. Ну, не за сезон, это мы берем за вторую часть даже. Там еще первую не рассматривали. Поэтому мы не знаем. Не знаю. Поскольку конкурентоспособность. Ну, это было бы интересно посмотреть. Вот именно в таких составах оба коллектива. Ну, что, ну, 3-7. Едем дальше. Ну, давай, во-первых, дадим интервью Александру Козорину. И поздравим Профутбол с вторым местом. Ребята молодцы. Следующий сезон. Денис Галуховаритов. Первый день зона. Козорин Александр. Представитель команды Профутбол. Александр, поздравляю вас с победой над Метрологиком. Завоевали вы второе место. Ну, собственно говоря, единственный вопрос. Прокомментируйте общий ход сезона для вашей команды. Ну, сезон в начале начали не очень хорошо. Потом произошли перестановки в составе. Вот. Пришло много очень колесовых игроков. Вот. И от матча к матчу, если не ошибаюсь, мне кажется, в одни победы, да, идут. Вот. Ну и, соответственно, сегодня тоже была победа. Вот. Вы говорите второе место, да, уже стопроцентное? А первое? Уже нельзя? Там интервус. Вчера золото завоевал. А, ну то все же не догнает никак. Нет. Ну, второе, значит, второе. Вот. Ну, я думаю, в первом дивизионе команда должна тоже за первое место биться. А к следующему сезону собираетесь? Сейчас готовится, либо сначала отдохнет? Ну, у нас, как бы, тренировочный цикл, как бы, идет. Вот. Часть тех, кто в профутболе, ну, в секции занимается. Вот. У нас часть, вот, тренерский состав играет. Они, в принципе, всегда в порядке. Вот. То есть есть у нас тренировочный цикл, вот, недельный. Так что, как бы, такого отдыха, чтобы нам кто-то уходит, у нас такого нет. Мы же любили, там, кто-то может, правда, в отпуск уйти, там, еще куда-то уехать. Ну, в целом, люди, как бы, играют на неделе. Да, да. Следующая игра у нас была «Антиспорт КС». «Антиспорт», вообще, набрал сумасшедшую форму. Сейчас – это конец сезона. Куда же кубковая игра «С столицей Артери»? Там, не надо смотреть, потому что, в итоге, там, крупные счеты «С столицей» победила. В последний 16-й кубок. «Антиспорт» очень здорово смотрелся, играл кипер, «С столицей» несколько раз выручал. «Антиспорт» играл неплохо. Просто в конце устал. Не хватило, ребятам, чуть-чуть, ротации состава. Возраст среднего «Антиспорт» – не такие молодые же ребята. Поэтому кубки не хватило, а вот для «КС» хватило с лихвой. С лихвой. 12-3. Не ожидал я. Думал я, что будет равная игра. «КС» реально был претендент, чуть ли не фаворит, кстати, на плей-офф. В общем, тот мне, знаешь, подсказывал, что команды «Айрат», «БСК» бьются за повышение. В «КС» какого-то ничего не надо. Вот они играют и играют. Я не думаю, что в команде вообще реально кто-то там… Наверняка у каждой команды есть какой-то чат, в «Васапе». И думаю, что там вообще кто-то наполнил всю эти розыку «Антиспорт» на первые игры. Ну да, вряд ли. Поэтому, может быть, они и так и решат, что, собственно, не будем упираться. А то еще переходные, лишняя игра. Может быть, не знаю, какое финанское положение. Могут быть лишние деньги. На кубок они вообще не проиграли. Ну, ты помнишь, не так давно у «КС» были проблемы со сбором на игры. И поэтому, в принципе, то, что они сейчас приезжают хотя бы цельным составом, восьми игроками, которые могут выйти. Это уже неплохо. И, в принципе, ну, как они играют сейчас, как сыграют, так сыграют. Ну, понятно, «Антиспорт», он всегда играет со всеми в агрессивной манере. Забить, да давить и так далее. А «КС» вышел, ну, как принято говорить, на расслабухе. Ну, сыграли 12-3, три забили. Это мой раз. Ну, да. Сдавали ему задание корреспондентам пообщаться с футболистами «КС». Они, кстати, очень положительные ребята. Они пишут, что «КС» интервью отказался. А я что-то на первом поле смотрел, а почему? Они говорят, что поиграли 12-3. Я думаю, такая позиция не нужна. Ну, да. Ну, куда? Не, ну, просто я знаю, как ребята вообще относятся. Вот там при возобновлении чемпионата общался с некоторыми ребятами «КС». Они говорят, ну, а что, говорит, мы самая играющая команда лиги там туда-сюда. Поэтому, ну, 12-3, 15 мячей на двоих, ну, играющие ребята. Только не в свою пользу играющие в последнее время. Ну, факт остается фактом. Давай дальше. Один из важнейших матчей для распределения места в зоне плей-офф. Вот за эту вот третью путевку от второй лиги в плей-офф. Путевку, которая позволит сразиться с командой из первой дивизиона в полуфинале. Переходные встречи, войска и раты. Обоим коллективам нужны были победы. В итоге очень тяжелая игра, очень эмоциональная игра. Тут я не могу не отметить, кстати, Владислава Погодина. Великолепно отработал наш арбитр, который сидит только в первый сезон. Но вот он, как бы, взял сразу образ управления игры в свои руки и справился с этой игрой. На самом деле, играет тяжелый. Это сибийский. Молодец Владислав. Желтый карточек дал игрокам. Я же сказал, взял и в свои сибийские руки. Все контролировалось, никаких вопросов нет. 1-1. Результат неудовлетворительный, что для тех, что для других. Раты, понятно, что мечтают о первом пензоне и о том, где они были. В итоге, я думаю, в данной встрече оба потеряли два очка, но хотя бы приобрели по одному. Так или иначе, шансы остаются. Сейчас мы будем через несколько матчей подытоживать турнирную таблицу. Я думаю, что мы расскажем эти расклады, которые есть. Давай пока слово участникам этой встречи. Сначала это Арслан Абдулов и Зайрата. Сегодня у нас на интервью игрок команды Айраты Арслан. Арслан, как для вас прошла эта игра? Ну, в целом, неудовлетворительно, я считаю, что были теоретические шансы еще зацепиться за стыки, выйти вперед в дивизион. Необходима была для нас победа не только. Пропустили обидный гол на первых минутах, потом забили ответ на гол на все-таки. Не смогли навязать свою игру. Соперник тоже молодец. Довольно-таки хорошая игра была, я думаю, со стороны. В принципе, все. По поводу сезона, какие можете дать комментарии? По поводу сезона? Ну, я думаю, все будут согласны с тем, что пандемия внесла свои коррективы в этом плане. Немного физически нестабильный, так скажем. Мы можем постоянно пиджекать так, как раньше, с учетом того, что у нас есть тренировки. В следующей сезоне будем ставить на цель на то, чтобы мы вышли в первый игрок. Арслан, какие задачи ставит перед собой команда на плей-вок? Я думаю, для нас приоритет это то, чтобы мы вышли в первый визион. Намного интереснее было бы играть именно там. И для нас стопроцентная задача состоит в том, чтобы пройти из таких и попасть на плей-вок. Спасибо, Арслан. Желаем вашей команде успехов. А теперь слушаем мнение Антона Ильина из БСК. Передо мной стоит Антон Ильин, игрок и капитан команды БСК. Дайте, пожалуйста, свой комментарий об игре. Ну, соперник у нас сегодня был очень серьезный. Игра была, как мне кажется, равной. До Галашла, то есть и в ту сторону, и в эту, такие некие качели. У них были моменты, и у нас реализация сегодня подкачала. Не только у соперника, но и у нас. Поэтому я считаю, результат вполне закономерный. Дайте, пожалуйста, комментарий по сезону. По сезону. Ну, в принципе, я уже говорил об этом. Задач мы не ставили определенных. Играли в свое удовольствие. Но сейчас такой момент, что, в принципе, можем, наверное, за стыки зацепиться. Ну, там плотность большая, не знаю, получится, нет. Но осталась последняя игра. Попробуем провести ее, так сказать, серьезно, отнестись к ней и подать все силы. То есть, я правильно понимаю, перспектива на плей-офф у вас стоит? В принципе, да. Почему нет? Скажите, если получится реализовать свои задачи, будут ли какие-то усиления на следующий сезон? И что вообще? Были какие-то уже разговоры по поводу этого в команде? Ну, в команде были разговоры непосредственно с тренером нашим. У нас в целом такая команда местечковая, так скажем, из друзей собранные, сторонние люди. Редко у нас задерживаются, но есть удачные примеры, поэтому они вливаются и как бы становятся частью команды. Поэтому все возможно. Спасибо, желаю удачи. Следующая игра была у нас между новичком нашей лиги, союзным стандартом и Омельским Атлантом. Атланту, как и Вихрю, как и Байкалу, необходимо было побеждать для того, чтобы напрямую выйти. И в отличие от своих конкурентов, они это сделать смогли. Попал в редкий союзный стандарт. Союзный стандарт в позапрошлые, одержал первую победу. Она сразу вливая оказалась над дублем Заряда. При том, что проигрывал 0-2, команда еще меньше досталась. Заряд реализовал свои моменты. Потом вышел игрок. Во-первых, слава Богу, что он приехал. Получается, что вообще на момент удаления игрока у Союза не было. В общем, игроков на скамейке. И было очень... Понятие морального цехуха было такое. Когда они увидели, что ты все-таки доехал. И можно будет выйти. Слава Богу, ты пришел перед нами. Да, и в итоге ребята переломили ход игры. Там тактические перестановки произошли. И в итоге победа была первой, выливая над Зарядом 4-3. И теперь вот с Омельским Атлантом и команда отдала тоже бой. И Саша Бабурин, руководитель Союза, нестандарт. Мы уже будем называть. Давайте от Союза будем отвыкать. Понимаем, что в следующий сезон это будет нестандарт. В нашем телеграм-канале, кстати, да, подписывайтесь. Я это называю. Там нашли комментарии. Можно комментировать. Сам он на тревогу откомментировал. Получилась классная дорога. Что-нибудь чуть-чуть не хватило. Но Атлант поблагодарил за игру. То есть, да, была очень напряженная игра. Но она была в пределах контролирования эмоций. И по футбольному Атлант побеждает 4-3. И справедливо, я считаю, свою выкат. Мы с тобой об этом говорили, подводя итоги в прошлом году. Третьего дивизиона. Мы с тобой говорили о том, что Атлант вполне возможно паровозом пойдет выше. Но Атлант с этой задачей справился за тот до окончания чемпионата. Ну, да. Ключевые вот эти вот моменты. Атлант всегда берет свои ящики. Жаль, на Москву у них не получилось. Но там слишком сильный оппонент у них был. Но вот в чемпионате они догрызли. Поздравляем ребят с путевкой. Да. Два дивизиона. Третий и второй проходят за два сезона. Ребята молодцы. Поздравляем. Я думаю, что в первом дивизионе тоже жар бадут и будут претендовать. Да. Неизвестно на что. На плей-офф, на прямой выход, наверное, по нынешнему положение делать тяжело. А вот на плей-офф вполне возможно. Ну, там в следующем сезоне, конечно, первая дивизиона будет. Надо смотреть на трансферы, на все. Ну, понятно. Об нынешнему мы будем разговаривать. Давай я нашему большому другу Артур Николаеву слову. Поставим до этого три. Часто Атлант с выходом в первую дивизион. Рядом со мной сейчас стоит Артур Николаев, игрок команды Атлант Обнинск. Поздравляю вас с победой, с такой боевой. Спасибо. И поздравляю уже с выходом в первую дивизион. Дайте, пожалуйста, комментарий об игре. Ну, очередной триллер в нашем исполнении. Вроде игра в первом тайме складывается так, что мы должны забивать 3-4. А 1-0 получаем в начале второго тайма 1-1. Дальше проигрываем 2-1. Ну, молодцы парни. До конца все играли, боролись. И заслуженная победа, я считаю, 4-3. Что еще сказать. Конечно, мы должны играть с подобными командами более уверенно. И надеюсь, в следующий сезон мы так и будем играть. Дайте, пожалуйста, оценку выступления вашей команды в этом сезоне. Ну, тяжелый сезон, потому что не всегда хватает людей и тяжеловато все-таки подстраивать свою жизнь под приезды в Москву. Но, наверное, задача выполнена. Мы вышли в следующий дивизион, поэтому оценка 4. Всегда можно выступать лучше, но все-таки до конца боролись и выполнили задачу. Скажите, пожалуйста, уже есть какие-то разговоры, какие-то перспективы уже на следующий сезон? Нет, были разговоры только закончить этот сезон на мажорной ноте. Не оставлять выполнение задачи на последнюю игру. Тем более там игра с командой из первой тройки, по-моему, даже ничем. Ну, все, выполнили задачи, поэтому теперь надо закончить сезон и будем думать уже позже. Спасибо, желаю удачи и еще раз поздравляю вас. Следующий матч и последний у нас в лотой группе. Хамовники 0.9 играли с Вилами. Вилы одержали рулевую победу. Обе команды по-хорошему чемпионат уже доигрывают. В лотой группе, в лотой группе, в клубе команды. Хамовники, знаешь, если бы вот эти все перестройки, куда-сюда, может быть, если бы на все игры приезжали нормальным составом и по дистанции шлированно, конечно, они по потенциалу в поездках. Ну да, хороший коллектив, но Вил тоже молодцы. Вилы молодцы. Вилы молодцы. Мне Вилы очень понравились в этом сезоне, на самом деле. Не так давно вот эта волевая победа у них была 3-2, помнишь, когда 2-0 они горели беспросветно, потом сумели перевернуть к этой встрече. То есть, в принципе, уже заделан в следующий сезон, в команде виден. И результаты меня не подтверждают, что, в принципе, к следующему сезону ребята будут, наверное, все-таки биться за выход. Ну, там за выход, не за выход. Во-первых, они говорят, что там тренер появился. К сожалению, нас еще пока не познакомили. То есть, видел, может быть, что-то в пироге Родины периодически появляется. И я так понимаю, то, что работает он в команде и помогает Антону Шаповалову. И результаты есть. Вот. Очередная волевая победа. Посмотрим, что Вилы в следующем сезоне покажут. Ну, и посмотрим, как Хамурница, как Алексей Макаренко справится со всеми этими проблемами. Ну, Алексей, я тоже помню, мы в начале этого сезона, да и в середине были проблемы с составом. Поэтому, я думаю, он сейчас за паузу наберет необходимых игроков. Ну, можно здесь. Те ребята, которые появляются в последнее время у Хамовников очень интересные. Интересные. Очень интересные. Да, если такая же будет селекция, то, в принципе, Хамовники, да, интересные будут. Ну, посмотри. Посмотрим лигу в следующем сезоне. Мы еще не знаем даже, какой будет регламент. Но в любом случае, конечно, Хамовники команды самобытные. Да, я знаю максимализм Алексея Макаренко. А сейчас Кириллу Бачкову. У Галкиферу вилл слоу после победного матча Хамовники на 9. Сейчас у нас на интервью игрок команды Виллы Кирилл. Кирилл, что можете сказать про игре? Как она проходила для вас? Ну, прямо скажем, непросто. Видимо, была некоторая расслабленность, недооценка соперника. Вышли, не сразу вкатились в игру, пропустили быстрый гол. Потом обидно получили обедку с пенальти. Но команда молодцы, собрались, умели достойно ответить. Рады, что закончилась победа. Победу буквально вырвали в конце, во второй половине второго тайма. За счет чего удалось все-таки дожать с игрой? Ну, не будем скрывать, наверное, сыграло роль то, что у соперника практически не было замены, а у нас, слава богу, с кадровой резервами сегодня было получше. Видимо, просто перебегали. Как для вас прошел этот сезон? Сезон прошел как на американских горках. Были взлеты, были падения. Готовимся к следующему. Желаем вам удачи и дальнейших побед. Спасибо большое. Проговорили мы с вами все матчи тура. Давайте теперь быстренько к турнирной таблице. Она сейчас на ваших экранах. Пинтерос чемпион, с чем мы их поздравляем. 63 балла у команды. Про футбол серебряный призер с 58 очками. Пинчемп с 50 тремя замыкает трое призеров. Бронзовые медали у команды Ивана Волкова. Сердечно мы поздравляем эти три команды с успехом. В области Атлант поздравляем с выходом в первую дивизиону. Команда 44 балла. Дальше давайте мы чуть остановимся. Две минутки буквально мы на это потратим. Вихрь Саус-Вест на данный момент на пятом месте 42 очка. Ролл Байкал на шестом 40. Новомосква на седьмом 37. Уралан на восьмом 36. Но у Ролана два матча. Так же как и у Ролл Байкала. Еще впереди. И в борьбе за девятую эту строчку. Заряд дублей. Ролл Рословную ипотеку мы пропускаем. И соответственно мы видим тут БСК. У которого сейчас 32 очка. Классика у которого 31 очко. Айроты у которого 29. И Авилан у которого 29. КФ 29. В принципе все зависит от классика. Вот здесь мне кажется выиграют или не выиграют. Классика. В следующем туре у нас встречаются Внукова 16-17. Которые уже абсолютно не мотивированы. И классика выбирала время. И на 8.50 утра поставили. И мне кажется с одной стороны это сделано. Чтобы ребята из Внукова приехали и по дороге спали. Да. Ну понятно. Ну вот ты знаешь кто как играл в сезоне. Кто на что. Время было свободно. Поставили это время. Ну да. Решили так сделать. Ну давай теперь о главных матчах. Это заряд дублеров Байкал. Мы уже говорили. Очень много будет решаться. В том числе и для вихрей в этой встрече. Если зарядцы дубля побеждают Байкал. Тогда нас ждет сумасшедшая игра Байкала в Ролан. Если же Байкал будет сильнее заряда дубля. То не хочу конечно я быть каким-то провидцем. И так далее. Я думаю что у Ролана с Ролан не такая бескомпромиссная игра. Там понятно восстановление. Могут не восстановиться после напряженной игры с зарядом. Ну понятно. Кто-то травму получил. Не смог наследить. Дискварификацию может получиться. Ну тут все понятно. Всяко может быть. Сам вихрь чтобы остаться в этой заведующей шестерке. Должен не проиграть Интеросо. Не знаю на какая будет мотивация у Интеросо. Но мне кажется. Знаешь. Интеросо опытная команда. И мы все знаем то что у опытных команд. После последней игры всегда что происходит? Банкет. 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 А соответственно банкет. Приезжают все. Даже мертвые. Понимаешь. Поэтому я думаю что в инвалидных прикатываю. Что в неявки какой то состава у Интеросо не будет. И вихрь будет тяжело. Сейчас не скажу. Поэтому. Вот все. Но Москва. Я думаю что с Эвиланой. Эвилан кстати тоже претендует. На место подплывет. Но мне кажется не доедут. А они. Мне кажется, классика обыграет просто Внукова и все, аэроты, БСК все мимо получатся, денег дадут, потому что вот она ничья в пользу, то есть показывает тоже бескомпромисс, потому что команда тут бились до конца, да, они сыграли ничью и все, классика. Ну, так об этом нам сказал Арслан как раз Абдулов после матча с БСК, что ну все, походу, вот этот матч надо было выигрывать, а сейчас уже на что-то, надеется, не приходится. Давайте, это будет классный уикенд, классные матчи, приходите, последний тур регулярного чемпионата, это интересно. Да, там могут быть проблемы с пропуском на Вернадске, но я думаю, все люди взрослые и придумаем, как пройти на трибуны нашего стадиона. Матчи будут реально классные, ждем вас на трибунах и на этом переходим к серебряной группе. Переходим к серебряной группе второго дивизиона, сразу на ваших экранах турнирная таблица. Хамовники вышли на первое место, на финише буквально опередили они Самойрлы, опережают, но уже, можно сказать, опередили. После 20 матчей 44 очка у команды, профа 20, после 20 матча тоже 44 балла, но у хамовников преимущество по личным встречам. Хамовники крупно победили Браху в личной встрече. Третье место на данный момент пока что у Самора 42 очка, ну а дальше претенденты также на тройку. Это Сварок после 20 игр 41, Атлант после 20 игр 41, ну и Штурм уже на тройку не претендует, но можем отметить шестое место, 20 игр, 38 очков. Давайте сразу... Самора давай сразу отметим, потому что Самор уже выступление в своем меньшем сезоне закончил, 21 игру они сыграли, поэтому в принципе Сварок и Атлант... Могут сейчас на финише их опередить, когда нет третьего места. Поэтому да, мы не знаем еще, кто будет в призерах, там еще возможные варианты. Мало ли там, знаешь, хамовники Парапа сейчас возьмут, там по Санитуре проиграют, Сварок и Атлант выигрывают, там и тогда турнир четырех команд, на этом считать. Не важно пока теория только, да, 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 теории много. Поэтому мы сейчас можем теорию, тут это отдельная передача, но будет трех часов. Конечно, конечно. Но по факту пока то, что у нас было на этих выходных, мы имели счастье наблюдать центральный матч, можно сказать, вообще группы, хамовники против Самора. Очень много разговоров было перед этой встречей, и говорили мы в передаче, которая была неизвестна за второй либе, что такое было решение у нас, что мы допускали. Допускали, но нигде в регламенте это никогда не писалось, о том, что первое место серебряная группа получит право сыграть в стыках с девятой командой, с золотой. И после этого уже победитель этой пары пойдет играть с первой либой. Ну, это как квалификация. Да, да, как квалификация. Ну, один из видов был. Учитываю, что очень много команд из золотой группы были недовольны этим решением, потому что, во-первых, это нигде не было написано, и складывая это было где-то в регламенте, там сейчас нам начинают хамовники, особенно опирать на то, что убрали из регламента, это нигде никогда не писалось. Это было просто где-то проговорено, что возможно, возможно, будет такой бонус. Один из вариантов. Да, бонусом для серебряной группы на данный момент является медали, мне кажется, это неплохо. Это является определение лучших футболистов, это полноправная лига, потому что там вот эти все заявления, то, что мы типа чемпионат Крыма, никуда мы не вылезаем, и ни на что мы не претендуем, нет, вы претендуете, есть прекрасный турнир, называется Кубок Москвы, в котором Аклант Обнинский бился там до последнего. Вот, пожалуйста, выходите к хамовнике со своим составом и играйте на Москву. Да, да. Просто еще объясню позицию. На самом деле, если посчитать, давай возьмем 20 команд первой лиги, 24 команды второй лиги золотой группы, 44 в 44, и первое место сегодня, 45. Как может команда, которая при клубном сезоне, грубо говоря, первой лиги заняла 45 место? Ну, я не знаю, но ребята, видишь, как-то себе это заметили. Ну, видишь, просто это проговаривали, то, что, может быть, это будет как мотивация. Там было непонятно, с третьим дивизионом дадут ли в Кубке Москвы играть, там не дадут, вот это все. Ну, в итоге, вот Кубок Москвы, это и красный турнир. Давай даже вот поговорим о том, что, окей, вот для тех людей, которые вот считали то, что вот почему первое место не участвует в квалификации, да, там, плей-офф за право выхода первой дивизионной. Хорошо, тогда что мы делаем с половиной команд, которые не попали в заветную девятку в золотой группе? Вот, вот. Что мы с ними делаем? То есть они, получается, слабее, что ли, вас, которые занимают первое место? Да, 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 абсолютно верно. Ни одна команда об этом говорила, ни одна команда. И теперь серебряная группа хочет у нас вот всех обойти. Ну, уже не так хотят уже, просто, ну, объясняю. Надо просто понимать, спортивный принцип, есть спортивный принцип. Ребята, вы все равно участвуете, у вас все равно идет чемпионат, вы все равно боретесь за медали. Вы доказываете свою состоятельность, игроки доказывают свою состоятельность. Плюс бонусом за первое место. Можешь участвовать, но в Москву, ничего себе история. Это когда такое было? Ну, вот я тоже, да, все вместе. Ну, в итоге, ну, мы тоже какие выводы сделаем. В следующем году более понятный регламент. Мне кажется, что, ну, опять же, зависит от количества команд. В следующем сцене, перед началом, мы, например, снимем передачу, в которой все расскажем, что-то по регламенту. Люди не мучались, да, потом уже не отвлекаться на все это. Вещь, давай к самому матчу. А то всякие истории подойдет больше, чем о самом матче. На самом деле весь матч получился сам все еще интересный. Хамовники, видимо, не проснулись. И после первого тайма самому было 3-0. Да? 3-0, и знаешь, хорошо, что 3-0. Ну, судя даже по тем моментам, которые у нас есть на YouTube-канале, то есть, ну, что-то либо умное, хамовников ничего не получают. Может, новую форму, которую они себе вот эту красную сделали, она еще не обкаталась у них. Не знаю, знаешь, как не тебе знать вот эти портовые свитера, да, когда иногда вратари вот их даже не трогают, отыграл на ноль и все. То же самое и здесь. Они еще фарт не прикрепили себе к новой форме. Может, из-за этого. Ну, или знаешь, то, что игроки не треникали, что у него партнер в красной форме. Ну, да. Они думают, да нет, не мой отдавать не буду. Да, я отдаю судье, да, привычный форм. Ну, поэтому, а во втором тайме, да, хамовники великолепно все-таки адаптировались и к внешним каким-то моментам, и проснулись, как ты говоришь, и волевая победа в итоге. Ну, да, 3-3 и радовались они. Я там на соседнем поле работал на другой встрече. И знаешь, о радости было, там, хамовник забил третий гол, и у меня на первом поле кто-то там забил мяч. Я не помню, там, по-моему, чемпиан в очередной мяч в Воротовой в Грузии вот в субботу. Да. Ну, и знаешь, там, ходя там. Ну, ходя там. Находясь на поле, там, больше радости со второго поля было слышно, чем с первого, там, чемпиан, чемпионский титул оформлял. Ну, Самор проиграл, Самор проиграл. Хамовники выиграли. Пока что ни с чем мы не поздравляем, понятно, ни с какими чемпионствами, ничего, потому что, ну, непонятно еще, чем все закончится. Последний тур. Да. В принципе, и не такие тяжелые соперники. У Хамовников это Сварог, как бы кажется. Но Сварог, сам таким, будет на тройку. Сварог очень упрямляет. Да, не зная амбициозность Валентина Разумова, мне кажется, Валерия Курискина. Мне кажется, нам легко это не будет. Не будет легко. Это команда, которая бьется всегда и последнее время радует над своими результатами, забивают много. То есть, если раньше какая-то проблем с реализацией была, там, ни с чем связано, то в последнее время очень хорошо. Вот они решили эту проблему. Ну, для Сварога на кону не дали. Ну, конечно. Какая еще мотивация? Поэтому все может быть. У Трофи-20 в этом плане полегче. Наши любимые Ленинские горы в своей трансферной компании. И поэтому там все. Ну, Трофи полегче. Ну, Трофа сама от себя тоже должна играть. А то может как с Фурией минус один переехать. Вот. Главная проблема профи заключается только в этом. Вот. Знаешь, вот с Фурией, да? Минус три очка. Вот он. Сейчас на первом месте. Ну, могли бы быть. Ну, так можно мне кажется. В серебряной группе можно говорить о каждой команде. Где-то кто-то не доехал. А, мы с тобой где-то. Мы с тобой. У нас есть такие коллективы и в первом дивизионе. Понимаешь? Который мы тоже тоже обсуждаем. Проблемы сост Armor. Проблемы сост Armor. Они уже и в первом дивизии не мы будем заниматься. Но это понятно. Нет, я просто говорю то, что в каждой лиге есть команды, которые там борются со со wahAT доверху. В высшем дивизионе, пожалуйста, Reale, которые вылетели со 1200 тот проблем из состава. вот чем это все заканчивается надо делать выводы не на своих ошибках нашел мы делать на чужих но если на своих удобнее лучше воспринимать что делать давай пройдемся по результатам тура дубль удара в хорошем стиле обыгрывать крепкий штурм хороший результат для удара штурм имел шансы зацепиться в лучшую победу третий за тройку не проиграли проиграли там только первый год это вот новая команда формируется там приходит и горе герастина начали туда подтягиваются футболисты бывшего олимпа который у нас вышки играл и ну следующем сезоне посмотрим на что штурм будет претендовать сама рахомовники это угрома с тобой обсудили права 20 сделал важный шаг к тройке и победила бравос бравос говорили о том что в этом сезоне по волнам но 4-2 против пропы хорошая результативная игра чего для бравоса нормально да павлин ленинские горы на этой игре мы застрели свой интерес потому что владимир павлина многолетний лидер капитан павлина сам играл на встречи и вообще как бы идет омоложение у павлина и сейчас мы дадим интервью владимира это то что и это есть да и все эти разговоры они очень не хотели доиграть чемпионат не то что тогда когда было когда он временно отошел от руководства команда уже в конце хотел у меня где-то не старички хочу ветеранскую лигу и в итоге начали начался поиск каких-то молодых игроков и сейчас уже видишь мнение поменялось он придумали то что мы до молодые проект павлин остается жить но уже под присмотром владимира и дай бог оленинские горы это наши старые друзья старые друзья на этой встрече но даем антрею владимира павлина послушаем внимательно рядом со мной стоит владимир павлин представители команды павлин расскажите пожалуйста об игре игра получилась отличная молодежь который у нас сейчас играет я считаю что достойная замена нам старикам вообще мы планируем как бы уходить ветеранскую лигу но судя по всему как бы оставим здесь свою молодежь и она продолжит играть во второй лиге но это будет решение там где-то в конце недели в начале сезона вы доверили другим людям команду почему и как вообще спасали уже положение за счет того то что уже были на грани снятия команды ну не то что другим людям я доверил игрокам команды которые взяли на себя обязательства вести команду и довести как минимум сезон до конца неважно как будет складываться те игроки скажем так не те люди да вот неправильно те игроки которые взяли на себя обязательства когда выигрывали все было хорошо как стали проигрывать к сожалению как бы интерес пропал ну потому что сразу было видно что там пятерку не войти и после этого как бы люди отказались от своих обязательств и просто ушли следующая встреча у нас это матче рабоны реверплейта команда которая завершила находится финальный так сказать кройки но работа вообще что на последнем месте реверплейта крик из конца и работа приехала таким мощным составом и победил 63 но вообще кстати они не плохую группа оказывает последнее время посидорчик хвалимся на счет не хватает но здесь работа выиграли работа победу 63 молодцы ребята мы поздравляем небольшим 3 дмитрий осыка дмитрий игрок и части представители клуба рабона поздравляю вас крупной победы 63 расскажите пожалуйста об игре сегодня игра в нашу сторону складывалась изначально то что у нас было больше игроков пришла вся основа все самые наши мощные форварды пришли это в первую очередь нам дало шанс сразу на первых этапах бегать много давить в итоге расскажите пожалуйста как для вас складывался этот сезон сезон для нас складывался не лучшим способом и образом потому что с третьего дивизиона попали во второй и нужно тренироваться сейчас тренируемся упорно вот опять к концу сезона только начали вырывать ничьи победы будем во втором сезоне второго дивизиона показывать дмитрий скажите пожалуйста вот если на все игры приезжал вот такой состав как был сегодня заняли бы место выше или может могли даже побороться за какие-то призовые места за призовые места не буду много пуха на вас накидывать но места бы были лучше выше потому что со стабильностью плане причине игра основного состава у нас есть к чему стремиться и это пару позиций нам точно годового судя там по таблице какая насколько я помню даже позиции 3-4 это вот прям точно набрали приходим результатом воскресенье про футбол дубль или мантис сыграли равную игру но чуть удачливый был про футбол д и 4-3 победил начали мантис было пока неудачной серии когда мы все проигрывали проигрывали крупно но вот сейчас двигал не обыграли тур назад тоже так в один мяч там находят свою игру и посмотрим что в следующем сайте пока прогнозов нет и так или иначе не проваливаются ты знаешь ли мантис они вот с командами скажем так ветеранами да с возрастными игроками они довольно таки но уверен смотрится в основном там набирают очки у них вот и не проблем с коллективом который все-таки бегут который больше организован там уже начинаются проблемы с проффутболом принципе который дубль да там тоже ребята больше возрастных или там молодые ребята которые искали школы до проффутбола поэтому принципе здесь они еще спят тоже зацепились в принципе хорошую группу казани ну что будем же следующий сезон может что-то изменится в результатах более скажем так бегущими командами пока я так скажу сварог каком пока я с 12-0 а свароге мы говорили чуть раньше когда обсуждали последний тур и игру с храмовниками это где-то что показательно вам стоит это будет интересно вот кс по ходу сезона ручьеров как они начинали и ты наверняка помнишь это легендарные битвы с антаросом который недоигран был но да там на 3 3 на 3 4 мянуки пришла была равна игра и вообще в начале сезона да это был там уже полтора года назад грубо говорят но с показывал очень приятных футболкам викики я на помогу играл и на тренингском мостике и вот тут к сожалению вынуждены мы статировать регрессы клуба могу надеяться что руководителям будет тренинг и правильные решения и такой как он был в начале сезона ну да принципе менять им менять им ничего надо надо вернуть то что у них был перед сезон и все я думаю на следующий год ребят и другой группе будут выступать и другие контакт места бороться но пока это такая знаешь бледная бледная тень того пока сириус фурия фурия продолжает свои хорошие матчи потихонечку нового дела и привет хорошие или что точно молодые игроки со школы из какой-то плохой относительно и победа насилился над опытной команды 5-1 и сириус 5-3 это играть не так легко но не так легко но ты знаешь пару недель назад общался с ними в силу определенных обстоятельств и вратарь команды сказал о том что мы если мы 3-4 за игру не привозим то это не сириус то есть мы привозим потом футбол играть начинаем создали себе проблему да и на и герой стали ну как русский менталитет да вот этот загнать себя глубоко а потом не одолевать да потом гениальным образом себя вытащить за шкирку пока один пять сходит давай дальше вега довольно сенсационно по мне проиграл у белухи белуха каким-то результатами нас не радовало но белуха всегда хороший сбор вроде что-то похоже на футбол есть результат не было но сейчас вот победа хороший позыв к следующему сезону по я думаю вега еще чуть-чуть все окрепно ты следующий сын 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 будет река решить ну и последняя игра серебряной группы ник 17 карцар 07 был у мига какой-то момент когда они победили подъем пошел подъем пошел и вот эту игру с карцаром пушка с артурской команды которые не будут по зубам ну это очень может не приехали те кто у них за собой всех матчах безоговорочно это будет карцар си 0 но у них молодцы не стараются карцарки молодцы такие победы укрепляют в команду это уже не первую победу карцаров молодцы но давайте будем смотреть и думать что следующий сезон будет команд но теперь предлагаю а то но кубок как бонус участие передача у нас идет но не могли мы не отреагировать на то что происходит в кубке интереснейший матч 1 4 нас ждут выходные давай об 1 8 о прошедших поговорим сверху дадим наверное чуть попозже давай сначала субботнего матча левая половина сетки никуда 21 победа удара берга вернатки был прямой эффект и комментируют встречу скажи нам что там происходило ожидала ожидания на самом деле были больше чем игра показала не знаю силу может вечернего времени или в силу того что произошло в середине первого тайма никита потап получил серьезнейшую травму они без помощи медиков пресс наверно от кон смог покинуть стадион но честно от некий ожидал больше созидательного футбола больше моментов и то есть понятно да никого нас приучила к тому что вот эти дальние выстрелы сергея комарова который у нас пятерку лучше голов не или практически постоянно попадают но от удара мы знали то что ждать беды надо со стандартов но в итоге получилось то что все три мяча этой встречи были добиться стандартных положений то есть удара после аута сначала а вот очередной сыграл и но и потом после уголовного коровим конечно там извините там без стременки против такого уходить проблематично королем подбежали королем да ну а у некий сергей комаров имел около пяти попыток со штрафных ничем особым там не отметился и забил в итоге вам прямым даром после уголового он и начинал матчем с меркурием сезон но так и получается для некий сезон ты закончился вот этим вообще для некий знаешь что-то если говорить как с трагедии саш карпом он начался так вот с бочкой да вот котенную весь сезон вот они должны заклицевал сюда с уходе и комарова там и там какая-то циркальность произошла и надо наверно отдохнуть ребятам просто отдохнуть футбола и я думаю что делается там делать но честно вот вот эти вот новые ребята которые появились я не беру максим пасен который вернулся не то беру за херного беру шестерова очень понравились не эти ребята потенциал просто колоссальный у них шестер у ники при нам я сейчас на лучшем лучшем кто был у них на поле поэтому я думаю на следующий сезон доброго хуну кстати тоже за хуну хороший очень хоро вот эти вот два крайка вот они с двух краев очень хорошо разгоняли петров нападающий маленький в трейдере мы знали прекрасно себя показывал да очень неплохо себя проявил непонятно только опять же в репортаже об этом говорил зачем верхом на него мяч на проли все-таки габаритами он наверно того же самого коровина он отличается но не знаю то есть но сергей комаров не сыграл в полную силу до травма защитника спереди немножко не все получилось так как планировал а удар а удар мы знаем удар когда цепляется за результат когда видят то что те наработки это тактическая луч которая есть ребята и и хватает для достижения цели два стандарта забили далее как таковых особо каких не был еще там момент да когда павел буден и великолепно из дальнего угла там при счете 21 уже вытащил ну а так принципе что такое ярко в глаза мне не бросилось но потенциал уники на следующий сезон есть есть и вот эти вот молодые ребята конечно очень хорошо влились сразу максим плацин великолепно играл защите как всегда ну то есть принципе есть и куда расти и есть от чего расти конечно мы с тобой об этом говорили в прошлой передаче как раз которая была посвящена высшему первому дивизион о том что ника если найдет свои вот эти вот не хватающие им позиции этого принципе они должны совершенно иной футбол пока тем более на денису петриот короче на раз мы его упомянем согласно давать после матча владимир цветков у слову победителю бою куда рядом салона находится владимир цветков представители игрок фк удар поздравляю вас боевой победой в вашем дерби расскажи пожалуйста об игре спасибо за поздравление игра тяжелая была видеть три стандарта в один счет чуть тяжелый игра даже не на меня сейчас такие эмоции концовку заберите заберите как концовку конечно прижали нас после пропущенного гола и было очень тяжело уже уже было просто надо было доиграть в целом по игре первые 45 минут на это удовлетворен как играли но некая сильная команда и они как бы смогли немного переломить вот игры и ну где-то нам может в конце немножко повезло или на есть владимир скажите пожалуйста на что вы делали ставку в этом матче да я даже не знаю как говорится какой-то такой абсолютно подготовки не было конечно мы предупреждали комарова все знают какой-то игрок у него да наверное делали ставку чтобы прикрыть его вот и сыграть уже свой честно скажу что не делали ставку на стандарты забили два аут или аут угловой не было то есть так получилось были моменты из игры но с игрой сегодня не не забили еще было две перекладины нас поэтому соперник удара в 1 4 определялся в матче красного ипотека 3 звездочки вывеска была яркая но ты знаешь я честно суббот понял что беда будет с красной ипотекой объясните почему те кто стоят в стопе чате капитан представители поймут о чем я говорю то есть наш телеграм-канал в пятницу увешивает анонсы трансляцией и там вывесен был в серии игровочек баннер на 3 звездочки расслабить ипотека и в субботу с утра винише руфудин руководитель ипотеки пишет следующее сообщение в этот чат что как так почему игра стоит 10 воскресенье и почему и двинули на несколько часов раньше после утверждения календаря то что вся команда грубо говоря три часа собирался и от воскресенья и все под это подстраивались значит на что он поддержал владимир гуляшинов типа вот это и дела но пришлось разбираться в эту ситуацию нашел свою почту рабочая посмотрел рассылку писем или что 13 что ли была общая рассылка в воскресенье и санки паре нас поддержал беседе и сказал о том что да он проверил почту почты 1908 мне кажется роскоин ипотека стала знаешь чем а здесь получилось то что звездочки видимо там шесть часов уже посмотрела руководство ну и все и всем сказали а тем цирин взял там и по смену поменял то что видимо по ярким игроков в итоге уже было понятно что оптимального состава ну так она собственно случились какие-то травмы помешали даже о чем тут говорить о том что сам денис шарафудинов вышел в стартовом составе он вообще редко играет матч в первой дивизионе до играет при этом они брали 10 минут и ждали ко второму день поехал андрей конаков то есть видно было что люди доезжают и я уверен что кто-то еще на то что мы же помним о том что у своей потек это команда есть и военные там и других органов на данный случай там уже какие-то смены выставляют там на светом по работе и так далее и если понедельник уже они думали что играет в одно время уже понятно что когда пятницу вечером вдруг неожиданно для них выяснилось что не играть другой конечно же тяжело уже физически как там собрать лидии до кого-то там может быть как смогут перетернуться по качественно рост на ипотеку оптимально составил эту встречу ну ты знаешь что рослое на протеку оптимально поставим мы не видим уже давно потому что и результаты последние в чемпионате по просто том что как бы есть какие-то проблемы но и принципе денисом шарафудином мы периодически но мы общаемся периодически постоянно назову это так и но вот пока не могут в оптимальном состоит и потеку выставлять состав но а с тремя звездочками мы знаем то что надо вне зависимости от того то что они покидают игроки там меняйте там стратегии развития там так далее все равно стремя звездочками надо желать в оптимальном составе все-таки но третье место высшего дивизиона просто новую звездочки сыграются там играли тиков сейчас он заиграет там и все будет нормально гулатов там что какой пока играет за канакова футболисты тут и надо приспособиться именно вот к формату формату сыграться и в принципе эту команду будет не так все печально потому что как многие кажутся девочки уже будут не те будут они те еще я верю что консерен добавит пару звезд и не скрывает это и в интервью нам давала в прошлой передаче о том что именно его интересует звезды хочет взять звезды под звездочки ну именно тогда так иначе и розовый потеку 20 повела на 20 минуте балашов между прочим футболисты и чемпионских сезон не принимал никуда он не делся как цирин аксенов крой когда-то балашов был забил аксенов по забил гол в раздевалку и кстати не забей гол в раздевалку а здесь 22 психологическое преимущество у звездочек ну и дальше балашов уже в пенальти ну и в конце денис романов тоже считаю сейчас денис романов ярчайший просто игрок универсальный универсал играет на разных позициях плюс ключевой момент берет на себя ответственность вот эту молодую пороса тянет за собой потрясающе просто концовка сезона просто потрясающе он проводит и всегда надежно вне зависимости на этот позиции играет себя надежный в принципе я думаю такой игрок бы понадобился ни одной команде высшего дивизиона на три звездочки вряд ли его когда-то отпустят крепко да 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 крепко он там корнями пророс поэтому звездочки заслуженно выходит дальше ипотека знаешь за дверь до за два дня 2-0 ни одного матча не выиграть субботу несчастье потекать дела первого дивизиона и ждет важнейший матч об этом скажет и шаркудина там на корреспондент чуть поберечился сейчас будет интервью когда спросил подбирать за соперников под плей-офф да нет они в главе надо выигрывать и выходили решать свои вопросы напрямую конечно же давайте интервью Дениса Шарфудинова и переходим к следующим соперникам рядом со мной стоит представитель и игрок команды руководитель команды и игрок Денис Шарфудинов команда Росвоенноипотека обидное поражение 4-2 ввели все-таки 2-0 расскажи пожалуйста чего не хватило не хватило наверное тех игроков которые сейчас находятся кто-то на травме кто-то болеет честно говоря в регулярном чемпионате да и сегодня мы выходим тем составом тех людей кого вы имеете и даже сегодня мы видели наверное что у нас всего одна замена была в первом тайме а во втором тайме уже подъехал еще один игрок с протарем поэтому первый первый тайм мне пришлось играть в воротах как получилось так получилось да мы вели но на самом деле это две контратаки нас игрок все время держал на своей половине он по классу превосходит нас это понятно естественно вот но мы на мой взгляд достойно оборонялись достойно навязывали своих борьбу какую-то свою и как результат два мяча забитых нами а то продолжаем идти по левой сетке и матч аку следители драматичная игра 33 она завершилась и по пенальти 4 1 победа атласа атлас за выходные провел две встречи в воскресенье тоже не так все просто с тонной по спиртами 0-0 было при том то что ворота атласа назовели пенальти атлас сыграл весьма в большинстве но ничего сделать не смог плюс еще конечно же повезло атласу что для егоров на 10 минуте ну часто бывает вышел пытался и получалось так или иначе атлас 2 9 2 игру за игровой неделе проводил против любителей и любителей отметим что появился снова в воротах голки перну в этот раз не лик был копыт а папа его предков опытный вратарь занял место в воротах евгений шендрик вернулся но он после травмы там и может быть не стопроцентно сейчас готовности но не было во первых ивана аукинан кино это первое чтобы я отметил тогда там роман ванюшин появился составе любителей наш большой друг которого помню еще покрыли советов был состав любитель нельзя сказать что он был 100 процентов оптимальный да но тоже с одной заменой ограничен так состав ну тут давай я скажем правду что и максина встречи на обровке он руководил своей командой и так иначе быстрое начало евгений шендрик с передачи павла пирогова счет открывает почти сразу же тела в ренте джокер атласа счет сравнивает лаврентик перешел из бальбиона и западного движения в атлас дальше николай страхов еще 21 на павел грачу грижик перерыв счет сравнивает дальше евгений шендрик снова выводят любителей ну и лаврентиев дубль 3-3 эмоциональная была игра 3-3 и пенальти и дальше я вот честно я не понял действие любителей вообще зачем евгений шендрик появился вот я вот но честно у тебя есть номинальный протарь да вот ну вот ну честно вот не пойму для чего это делается это знаешь как у меня был когда один раз ну не один раз много раз это не вам молодежной сборной тогда еще нынешняя звезда дмитрий агарцев играл за молодежку мы играли на западе героическими сериями вели 4-3 и задвинуть до конца нам поставили пенальти и но уже агарцев тогда был мало такой управляемый он был управляемый то есть но он определенными людьми управляемый я к счастью к этим людям отношусь которые могут найти общий язык и пенальти наши ворота и взял перчатки отобрал и что ты делаешь но это выяснилось что вратарь написан сказал ты хочешь на это делать естественно ничего не отбили 4-4 сыграли примерно вот наподобие но есть вратарь понимаешь и на серии пенальти вставить вместо вратаря полевого полевого игрока я понимаю там то что может быть на разминке там наш где-то евгений шэндрик показывает чудеса реакции так далее но есть профильный вратарь который уверен он опытный предков и у него было было не одна на разных уровнях эти серии пенальти зачем это делать я честно не понимаю вот так или иначе героем серии становится андрея на океан он кстати попадает символической сборной 1 8 который вчера была опубликована телеграм-канале нашим инстаграм-канале подписываемся телеграм-инстаграм не спросим и атлас я считаю заслужить любители все-таки от сезона неоднозначно провели в силу там определенных субъективных причин но от вас заслужен та трансформация которая у них была сделана она покажет чтобы все сделано в принципе правильно команда добивается прошлогоднего не прошлогоднего прошлогодние результат они да уже перебили уже в этом сезоне и поднимаются выше то есть команда дальше продолжает расти что желаем удачи на дальнейших сериях ну давай я дальше переходим по левой сетке сопернику атласа зарядом в итоге стал зверя ты играл с метрологиком повторение финала зимнего кубка когда этот матч был с вывеской заряда городов 17 сейчас не знаю что название не трава уже но осталось надолго играть один на туру и городок с у нас в следующем году вот соответственно наш перед игрой григорий струсевич нападающий водитель городка ко мне подошел метрологик будет умирать я буду не так все плохо должно быть значит дали бой дали бой и повели 1-0 михаила мочалова хотел бы выделить у метрологика конечно прекрасный центральный полузащитник значит габаритный под очень редко бывает техник оснащен но нас капитанская повязка установлен городов последнее время и на этой игре тоже он вывел с капитанской повязки команду но ты знаешь я бы в этой встрече сейчас несмотря на счет 3-1 я бы отметил великолепную игру антон симкачева вратаря заряда относим качев неоднократно вручал свою команду ну и знаешь я почему тут сейчас вижу что тем поликарпа у нас написан автор муча у заряда на не по моему переносков голланд все-таки забил пятку поставил нет нет не докоснулся там от штанги залетела тогда да 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 все правильно просто радовался так как будто он забил да поздравляют и как раз партнеры поликарпова артем да ну вратаре конечно у заряда приобретения мы уже отмечали просто неоднократно симкачева очень долго религии и потенциальный подбор когда на согласен целиком и полностью ну так или иначе дальше руслан газаев и павел голанов вперед заряд 3-1 дальше еще недовитый пенальти от михаил мочалова и эмоционально очень игра получилась предельно вымотались команды но после игры довольны и тот же его из трусевичка потому что национальный был во время матча уже после матча совершенно другое настроение даже с нами поражение ну городок был показал а заряд с акуса он будет интересно но зарядки на как не считать фаворит команд который играет в шн-дивизио команда который на его четвертое место для заряда это по сути шансы на кубке витя как они в петр лебедев грезит и смотрим большой интервью петра лебедева после этой встречи рядом со мной стоит петр лебедев представители команды заряд поздравляю вас победы плотная борьба такая была в матче расскажите пожалуйста свой комментарий об игре ну хорош команда на самом деле матч хорош получился действительно боевой ребята мы с ними уже встречались это был финал зимнего кубка в этом сезоне и собственно мы прогнозируем что будет очень тяжелая очень хорошая команда и я считаю что им по силам будет выиграть первую дивизион в следующем году очень достойные ребята по поводу борьбы знали что будет вязкая игра знали что будет хороший соперник готовили сами я думаю что нам где-то повезло побольше и брата спас поэтому не могу сказать что закономерный результат но мы рады что вышли следующий этап расскажи пожалуйста вас получается уже была с ними игра как ты сказал подходили как-то по-другому разбирали соперникам то есть на что делали ставку в этой игре да я именно это и хотел сказать что поскольку мы уже были знакомы с соперником я понимал прекрасно что будет нелегкая прогулка и команда действительно сильнее некоторых команд вышел дивизиона у нас и ребята очень подготовленные знали с кем мы будем иметь дело понимали какая тактика есть у команды и собственно говоря немножко где-то там разбирали пару игроков у них какая бы подготовка ни была на бумаге на поле все расставляют акценты нам всем было больше думаю что мы не опозорим высший дивизион юго-западной лиги скажи пожалуйста у вас уже известна пара это будет атлас первого дивизиона как-то тоже будете готовиться к этой команде разбирать ее просматривал сегодня не буду скрывать лукавить был на матче соперника нашего будущего понимал прекрасно после прохода будет атлас от вас очень хороший серьезный коллектив у них тоже есть проблемы со сбором но команда очень крепкая очень игровитая ребята все со школой они немножко где-то молодые возможно там мы знаем как играть более молодыми коллективами скажем так более футболистами но я думаю что разберем некоторые моменты сделаем акценты и будем готовиться потому что пары на все очень серьезные переходим на правой половине сетки и дальше сразу же сражение двух команд которые в этом сезоне достигли максимальных целей дитюр выиграл высший дивизион чемпионат выиграл первый дивизион чемпионат озеро за сутки до этого матча кооператив озеро не составил конкуренции чемпионату озеро целенаправленных бутыл готов к кубку встречи об этом чуть попозже но и чемпионат эти могу так сказать я работал на матче чемпионата в субботу и на матче чемпионата воскресенье те кто играли в субботу чемпионат чемпионат тоже явно готовился к встрече с метеором но чувствовался напряжение чувствовался накал но сначала знаешь как бы видеть помещу перед теорией все как бы ожидаем вперед но дальше ближе к концу первого тайма главная сила не все сравнял но значит уже тогда уже тогда можно было отметить что очень быстро эти быстрые фланги чемпионата убегают оппонентов именно за счет легкости вот этой вот контратак на этом пентинга пружина команды разжималась и и привело там несмотря на кучник миссии сколько с тикачев вылечу но и однися отличный матч на счетом и найти он отбил в втором тайме по втором тайме кому сказать за 8 минут у нас решил александр степанов пока не полузащитник очень быстрый хорошо работает двумя ногами да потому что такие быстрые резкие футболисты как настолько быстро принимающие решение конечно нашим чемпионате их не так много но и получается александр в одиночку сделал паритет и тогда в четыре мяча и метеор отойти не мог а метеор то что в этот момент делал михаил метеоры были подходы были подходы были атаки пытались путем могут этих взаимодействий найти найти замена найти свою игру футболиста метеора но не получалось получалось все это сбивалось линию обороны там очень очень хорошо чемпионата и джурлаев сыграл центральный защитник очень спокойный надежный габаритный игрок а тебе не напомнило это поражение метеора от столицы артель да когда тоже вот эти перетрубации всю игру зуропантия пытался делать как-то найти опять себя но вот первым номером они против команд который постоянно играет первым номером они не могут перевернуть его захватить инициативу в свои руки может быть и конечно же время есть и метеор к счастью на этим проработать перед лиги чемпионов после игры я с 1 ященко подкинулся пару слов скажите но расстроен никто не был чемпион мне кажется они доиграли эту игру выдохнули на кубок не получилось не получилось метеор сделал большую задачу большой успех получилась кубка но конечно согласен а чемпионат продолжает свое шествие шествие по турнирной сетке и конечно же будет интересно и нас ждет наша борьба двух философии борьба двух стержней и конечно же это будет супер национальная игра не знаю конечно поставки плане его но мне кажется что если аминова выбирала а время на игру а это суббота вечер на минимум этого хозяина на правах рейтинга могу поставить время любое и поставить вас время через два часа после окончания матча старта кростов я так понимаю что у вами него надо ждать колью что затронула менее вот тогда давай и расскажем о матчами аминева вихарь с на раньше нашей передачи далее интервью с фону степаном без словами я сказал что мы постараемся но вообще для них это для вики было большое событие выйти против таких людей да и мы сейчас дадим по позе интервью людей кирюхина я скажу что не было у нас трех людей не было саша самедова не было саша павленко и не было рома шишкина но понимаешь я бы все-таки да еще бы отметил что не было и маркинса который в принципе великолепный защитник один из сильнейших защитников да 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 и принципе трудно как это трудников хороший коллег мастер решает но вот таким наш может быть не супер состава вышла минимум этого хватило версия кулик все кулик блестящий матч алексей кулик трижды первом тайме передачи прудникова и тименкова знаешь как будто на второй минуте быстро и гол вот это все если бы вихрь мне кажется уперся бы вихрь когда классно выступил против пищевика пищевик был не в максимальном составе и там телеграм-канале когда бы написали это антон и степану без слов за дело и он сам написал свою версию то что но и вихрь это тоже был максимально создает вот это что пищевик был не оптимальным нисколько не делит в отрицательную сторону заслуги вихря что они обыграли конечно но здесь не получилось на принципе 2 8 минут 0 2 у вихря проблема составом и как конечно же ссылки думают о чемпионате но для людей которые вышли игроков получили удовольствие да они вышли побились против там трудникова горелого да там и получили удовольствие и они уходили вы не проиграли наш улыбались на позитиве абсолютно да и на лицах ко всему на следующей неделе у них игра с интеросом и такой опыт получить в игре стать с таким сильным коллективом я думаю хорошую службу должен служить до вихря я тоже так думаю давайте отдаем слово дмитрий кирюхин но я вам скажу что они вообще не следят с кем играют они от себя только да стоит дмитрий кирюхин игрок фк аминева поздравляю вас победой расскажите пожалуйста об игре игра получилась нелегкая хотя команда второй лиги ребята молодые упирались но три гола нашего капитана призвано как бы предупредили всю игру скажите пожалуйста как-то разбирать соперника готовились к нему на самом деле соперника не видели просто читали из обзора прошлого или кубках что вы играли не с пищевиком и пищевая команда собралась просто полностью команду не знали но мы с любым соберем готовы играть скажите на что сегодня делали ставку что водение только нападение у нас у нас отсутствует три основных игрока саша павленко самедов и шишкин но и без них справились как-то будете готовиться уже к 1 4 разбирать соперника пока даже не знаю с кем играем хорошо тогда желаю вам удачи и победы спасибо следующий матч нас матч между командами кооператив озеро и бутово команда из первого дивизиона команда играет один раз на состав для чемпионата на кубок приезжают все сильнейшие заявки и реально получается классно и конечно же если была бы возможность приезжать так всегда озеро вышло бы выше видео это точно но сейчас они решили пойти по сценарию помнишь как smart в сезоне 16-17 я в финале кубок с пищевиком ну вот те же руководители и другое название и сейчас эта история под эту игру под эту игру я уверен специально в четверг вечером две-три корабельников там активность началась и безызвестный 7 евгений говорит конечно же никаких разговоров потому что в субботу на матче чемпионат который нас доводит проиграла что поесть там гаврюк вообще как и большинство людей по 6 лет например и так далее ну в итоге вот гаврюк и сыграл ты знаешь я видел эту игру я тебе могу сказать что безобразно играть в обороне как играет бутылка нельзя а то что оператив безобразно играет в обороне это еще со смартфонинг это история мы на то что ребята играют в атаку а что там сзади сколько они пропустили это неважно всегда пытается забить на 1 на 2 на 5 больше ну а бутыл просто безобразно играл в обороне в некоторых ситуациях алексей преликов там александр кротов отсутствовал такой мотиватор что там потом вы пункта да то есть те люди которые там играли в защите но реально они даже знаешь вот честно но два метра до своих оппонентов не доходили там люди просто треликого алексей расстреливали даже не закатывали этот мяч как во дворе знаешь когда старшие мальчики играют там представителями детского сада вот отременно вот так вот в некоторых ситуациях происходил не знаю как и гене михаилович правитель бутылку на это реагируем но я думаю результатом вряд ли он доволен поздравим поператив с выходом дальше бутова я думаю с возвращением александра кротова будет более смотрел сразу что вот его футболист вот так появился потенциально очень сильный сезоне мы как-то не отмечали вообще действия а вот тут три мяча и вообще неплохая игра но всегда же можно из самых даже плачевных ситуаций выделить что-то позитивная данная ситуация до остриков вот тем светлым скажем так то есть светлой звездочкой стал составе будто в этой встрече 45 побед оператива идем дальше идем дальше и последний матч 1-8 столица артели чем чемпионистом команды второго дивизиона доехал было восьмой эпоха доехали как я вам сказать начало игры сразу же быстрый гол удалил там сумасшедший удар получился да не в дальней дистанции да там пробил он дальше там обучить спорный момент и увидел все эти хайлайты сейчас передачи когда не развидел я стопроцентное нарушение правил страны и чемпо и правило это увидеть но это ладно то есть руководство который будет разбираться с этим я отвечу но так или иначе на спортивный результат это не повлияло никак отмечу я что стали буквально они как бы от себя когда был юрий баден там был чуть немножко по-другому все таки и на он тоже люди не так часто у них но все равно какой-то футболист по-другому а здесь даже пасть какой даже горячий футболист как им рамках тарашвили который вообще любой снесток оставить всегда здесь даже вообще он но даже на тренировках оспаривает всегда решение это вот показывает то что именно идет установка команде играть от себя про ничем давай ничем играл классно да там не удалили у них получается что игрока чем не удалили у них это заищенко который очень много неприятностей как и доставил столицы игра была реально классный чем поимела много моментов сурков спасал несколько раз свою команду но и собственно у вот такой вот такой вот такой вот такой вот очень на джалин был похож туда же тот же угол playstation r2 и в итоге прилетели 1 1 дальше до последнего нельзя было сказать кто в итоге будет победителем из этой пары но если бы вот это вот желание аслан и ваза улучшить позицию и в итоге этот момент на своем поле на линии штрафной линии штрафной там прессингует у вас от армина там все не смотря на апелляции руками руками и кто был сбоку они там любили особенно игроки кусар который вообще я помню еще когда раз за спартанцев это был спокойнейший человек что-то с игорем видимо стало и взрослел он стал эмоционально как как бульдог какой-то вообще проблематично легко не ну я как бы знаю давно поэтому возникло но вот так вот я говорю проблематично сам по себе да да проблематично сам по себе да почему не знаю как-то отменяется что-то что ли психологии ну ты этот футболист отличный я ничего не говорю но вот и вас в самом случае не говорил в итоге вот этот гол и паровозом ну паровозом там еще четвертый гол опять же уже не казаков паровозом сразу сразу же а потом еще четвертый опять так же на своей половине поля также ошибся ну может поднаелись уже в конце может этого не хватило все-таки артель мы знаем физически всегда готовы очень хорошо где-то потерь знаешь да когда физически устаешь концентрация тоже теряется вообще все равно играл два матча за два дня да играли вышли те кто не играл в дотву с зарядом там дисклифицированные футболисты появились но в целом в целом в целом я стал по-другому чуть относиться к этой команде честно я ну не думал что да команда руни первой лиги конечно ну я не думал что в первой лиге она будет претендовать там на столь серьезное даже вот этим составом да хотя нам ваннук будет там будет усиление и все этим составом я не думал значит я мнению то есть этим составом тоже может быть даже этим составом ну плей-офф плей-офф мы не говорим сейчас о прямом повышении мы не знаем там насколько там с тро-футболом они будут конкурентоспособны да там или там с другими какие-то команды потому что мы пока не знаем уже полный состав участников первой дивизиона потому что еще и переходные и мы вообще все это не знаем но так или иначе мне ничем не почвы в этой игре а столица на классе проходит дальше а сейчас слушаем мнение голкипера Андрея Суркова после матча столицы артеля ничем со мной Андрей Сурков вратарь команды столицы артель поздравляю вас с победой расскажи пожалуйста об игре по игре была очень тяжелая игра соперник оказался очень сильно настроен на кубок несмотря даже на то что они играют во второй лиге показали очень хороший футбол качественный как в плане технического исполнения так и были очень готовы физически к игре мы со своей стороны такой прыти от соперника не ожидали поэтому нам очень повезло что мы повели со счетом 1-0 и этот счет держали до конца получать до начала первого тайма дальше уже игра была до ошибки и футбольная фортуна оказалась на нашей стороне центральные защитники команды ничем не разобрались около своей штрафной и соорудили очень приятный и уже гол который стал победным скажи пожалуйста команды 2-го дивизиона как-то готовились к ней просматривали соперника или все-таки делали наставку на свой футбол и будь что будет смотрите Юра Давидов наш непосредственно представитель изучал соперника смотрел их матчи и соответственно у нас установка была подобрана именно под их футбол установку мы на первый тайм к сожалению не выполнили но втором стало полегче вот и все равно своего добились у вас уже соперник известен на следующую стадию на 1-4 это будет кооператив озеро который выиграли бутово команда из первой дивизиона вы уже с ней встречались в прошлом году и плюс команда выбила уже 2 команды из вышки что скажешь на этот счет скажу по себе я буду тренироваться буду настраиваться с кооперативом озеро у нас были очень сложные игры и сколько мы с ними две игры сыграли две победили ну и конечно же рассчитываем на третью победу но я думаю уже стадия 1-4 думаю и кооператив озеро хочет финал и мы хотим финал поэтому будем биться доказывать спасибо желаю удачи спасибо давай мы сейчас сразу пары тогда обменяемся да давайте сейчас сетка на ваших экранах в 1-4 финал у нас ждут 3-4 звездочки удар атлас заряд чемпионат аминьева и кооператив озеро столица антон давай быстро обменяемся мнениями просто сразу просим команд не обижаться наше мнение оно может быть объективное субъективное это чисто наше мнение это чисто наше мнение это чисто наше мнение я могу его сейчас не сказать потому что я на матчах кубка x соответственно не работаю вот ты как понимаю видимо тоже и соответственно давай три звездочки удар фаворит ну фаворит так же как в предыдущем матче удар была здесь тоже поставлено три звездочки но удар это удар зацепиться легко не будет три звездочки ну ты знаешь я их не видел в этом чемпионате чтобы они так сильно плыли поэтому я думаю сломать их будет тяжело я думаю все таки звездочки 60 на 40 ну да вот где-то я наверное 65 на 35 давай дальше Атлас Заряд тяжело предсказывать вот честно тяжело потому что обе команды любят быстрые атаки проводить при этом ну не знаю если у Атласа вызовут защитники центральные то это будет один Атлас да нет они выздоровели они просто не играли в кубков встречи в матче чемпионата против Тона все равно но Заряд фаворит четвертое место вышки против команды которая очень сильно обновилась я думаю у него тут преимущество у Заряда ну пусть будет 60 на 40 а вот то ты уже 60 на 40 да здесь я здесь я сыграю так 65 на 35 отдам предпочтение Заряду опять же опять же если вот у Заряда будут те кого я видел в последних матчах вот в частности против метрологика Заряду предсказуемые команды кто там приедет куда приедет откуда приедет мы не знаем на Квятар Лебедев мы знаем что очень сильно хочет выиграть кубок поэтому я думаю замотивирует кооператив озеро столица здесь очевидно столица артель и в том году кооператив озеро два раза обыграли с крупными счетами разные кооперативы на столице тоже столице 80 на 20 безоговорочно безоговорочно брать я думаю что озеро побьется да с Меркурием героический камбэк после 5-1 после первой таймы сейчас был конечно там Меркурий резул свои моменты и сейчас мы не говорим о каком озере но 730 все-таки отдам для предпочтения столице но тоже немало и сладенькое аминево чемпионат но здесь вообще здесь 50 на 50 у меня вот 50 но я вообще не представляю что там может быть вот честно даже с учетом того что приедет Павленко Шишкин Самедов Брудников ну и здесь могучая диастро футболистов там с образованием футбольного клуба Анжи и все молодая команда и мне еще интересно какой будет градус в этой игре как их будут вести потому что все мы знаем что аминево не получается начинает жестко персинговать соперника может быть где-то начинает палить а футболисты чемпионат они тоже с такой эмоциональностью встречаются что они начинают реагировать тоже и на них нет авторитетов Виктор Белов тоже очень эмоционально но в какие моменты он тоже нет авторитетов и поэтому может произойти все что угодно все таки из-за того что существует ну собственно как аминево в первый год существует в таком виде но за счет того что у аминево в последнее время все таки в чемпионате был уровень сопротивляемости более высокий от команды и есть у них опыт высокого сопротивления больше чем у чемпионата плюс аминево более они привыкли проигрывать в счете по ходу встречи они там проигрывали и на летнем кубке пищевику и в чемпионате там с тремя звездочками последнего разворачивали да и они разворачивали якурия не проиграли а то что они знают как себя вести когда команда проигрывает чемпионат в этом составе я не уверен что знает себя как вести если команда проигрывает соответственно я ставлю 55 на 45 на аминево ну а там посмотрим конечно не будем забывать то что чемпионат все таки действующий обладатель кубка несмотря на обновления несмотря на обновления да и то что команда по хорошему может заевать тропе еще один посмотрим это это самое десертное на трибунах в эти выходные развязка второй лиги развязка первой лиги кубок все должно быть интересно спасибо за внимание с вами был Михаил Першин и Антон Погодин